Я приветствую всех, друзья! Вы смотрите серию программ о том, как наши женщины устроились за границей, вынуждены эвакуацией. Ни для кого не секрет, что на Украину напала Россия, и наша страна сейчас находится в состоянии войны. Мы рассказываем о разных странах и реальной истории женщин, которые уже приехали, устроились и готовы поделиться своим опытом. Сегодня мы общаемся с Олесей Тарасенко. Это общественный деятель, издатель из Киева. Олеся, привет! Привет! Очень рада тебя видеть. Это великолепно, что такие передачи ты снимаешь, потому что действительно очень важно из первых уст услышать ту информацию, которую нигде в других источниках не получишь. Очень много времени уходит на то, чтобы пролистать какие-то там телеграм-каналы или какие-то официальные сайты, чтобы получить эту информацию. Так что огромная благодарность тебе за такой проект. Просто хочется, знаешь, чтобы люди еще увидели вас, людей, у которых это получилось, потому что очень многие не верят в свои силы и говорят, ну мы без знания языка, без денег, ну кому мы там нужны. Особенно люди, которые уже потеряли какую-то веру во что-то, люди, которые уезжают из оккупированных районов, поэтому хочется им максимально помочь. Ты знаешь, ни для кого не секрет, что Швейцария это одна из самых желаемых, скажем, стран, но по ней меньше всего информации. Поэтому твоя информация будет очень ценная для нас. Скажи, пожалуйста, как давно ты вообще выехала из Киева и почему именно Швейцария? Это была изначально твоя точка, ну твоего, скажем, трипа, либо ты добиралась туда постепенно? Я выехала из Киева в первый день и все время в течение трех недель я находилась под Васильковым. В принципе, у нас там было спокойно, но тоже эта ситуация, это в 7 километрах от военного аэродрома, поэтому не так спокойно, как хотелось. Ну, в принципе, мне кажется, что ни одного человека и в Украине, и связанного с Украиной, всех коснулось вопрос войны. То есть нет такого человека, которого не коснулся. Поэтому мы выехали 4 недели назад, совершенно случайно. Я очень сопротивлялась ехать, я патриот Украины, совершенно не хотела уезжать, но нужно было как-то возить детей, которые не могли спать, которые дергались. Я вывезла дочку и племянника с сестрой. Швейцария не была конечным маршрутом, мы пробовали остаться в Польше. Польша была нам более понятна и по языку, и по количеству знакомых, которые там, но уже был тот период, когда наплыв в том числе в Польшу. Да, она переполнена, да. Да, да. Югославии была давно. И впервые они отказались от статуса нейтралитета. Они поддерживают все санкции Евросоюза, и в том числе они принимают беженцев, беженцев с Украины. Скажи, пожалуйста, на сегодняшний день много людей уже находится в Швейцарии, ну, по твоим личным ощущениям. И сколько времени у тебя занял сам процесс оформления официального статуса? По последним статистическим данным, которыми я владею от миграционной службы, мы просили официальный для издания запрос. Я там без точных цифр, но порядка 28 тысяч человек, которые прибыли на территорию Швейцарии и подались на статус. Есть те, которые еще как туристические, которые не подались на статус С, на укрытия, которые официально подались, это немножко больше 28 тысяч. На сегодняшний день миграционная служба уже рассмотрена больше 24 тысяч обращений, и предварительно уже людям были высланы письма подтверждений. Поэтому большую часть заявок уже обработаны, и сейчас те, кто ожидает в течение месяца подтверждений, они уже получат этот статус в течение некоторого времени. Скажи, пожалуйста, что в себя включает социальный пакет от Швейцарии, и получила ли ты уже что-либо, где ты живешь, например? Из-за того, что нас съехало 5 человек, то есть у меня семья 5 человек, то это как бы большая семья считается, и у нас не было места, где мы могли остановиться. Мы были у друзей, но там не было возможности оставаться на длительный период. Мы попали еще в то время, когда предоставляли очень хорошие условия, нам предоставили четырехзвездочную гостиницу, поэтому у нас очень шикарные условия. И я очень хотела в тот момент вернуться домой, потому что моя задача была вывести детей, оставить детский строй. Я собиралась возвращаться, но посмотрела на те возможности, на тот подарок, который предоставила судьба, и сказала, что я, наверное, что-то хорошее в жизни сделала, что выиграла такой джек-пот, поэтому я вот немножко побуду здесь. Условия совершенно разные. То есть первое время давали или гостиницы, или помогали расселяться. В Швейцарии это немножко по-другому. Да, действительно, существует ряд сайтов, где вы можете самостоятельно через сайты или через чаты запросить жилье у швейцарцев. Швейцарцы с открытым сердцем, душой коммуницируют, они предлагают условия, но миграционная служба в Швейцарии рекомендует делать это исключительно через них. Потому что у них было заключено 30 тысяч договоров с теми семьями, которые могут предоставить жилье. Соответственно, в дальнейшем они будут делать компенсации этим семьям за то, что у них проживают украинцы, и они их кормят. Произошла ситуация, не знаю, это связано или с менталитетом, или с тем, что люди напрямую регистрировались. Для Швейцарии это ново, и из этих 30 тысяч, 2 тысячи швейцарцев уже отозвали свои права помогать украинцам, к сожалению. Поэтому мы просим, чтобы украинцы были более с открытым сердцем, и даже несмотря на какие-то ограничивающие условия, благодарили швейцарцев за те возможности, которые они предоставляют. Скажи, пожалуйста, социальный пакет от Швейцарии, что он в себя включает? Я сейчас имею в виду транспорт, соцпакет, выплаты по жилью. Я поняла, что сейчас спорные варианты. То есть ты должен себе сам искать жилье, либо тебя селят в семью жителей Швейцарии. Возможность права на работу наверняка тоже дается. Просто расскажи об этом немножко, включая детские сады и школы. Да. Ну плюс-минус условия по Европе, они где-то похожи. И если говорить по жилью, давай я немножко уточню. Нам дали гостиницу, но после оформления документов мы должны переехать в жилье. Из-за того, что семья большая, то 5 человек. А у них по законодательству, у нас разнополые дети, то есть у меня племянник, мальчик, дочка и девочка. И, соответственно, каждому члену семьи нужна отдельная комната. То есть это у них по закону такое. Соответственно, они нам ищут квартиру, которая бы разместила, то есть 5-комнатную квартиру. Те, у кого там приехали 1-2 человека, их гораздо быстрее расселили. Те люди, которые соглашались поехать дальше от каких-то центральных городов, село, им тоже очень быстро оформили все документы. Подселили или в семье, или дали отдельные квартиры. Я, извини, тебя перебью. Ты имеешь право еще выбрать, где ты хочешь становиться или нет? Есть такая возможность выбора? Да, да, да. Есть право возможности выбрать. То есть мы приезжаем, сначала мы выбираем кантоны, где мы живем. Это как наши области такие. Почему? Потому что у них 4 официальных языка, и это французский, итальянский, немецкий и, не помню, какой-то романский язык специфический. Ну, как бы из этих трех, то есть можно выбрать тот кантон, где тебе ближе язык. Соответственно, дальше тебя спрашивают, там, вы подобрали жилье, вы будете там в какой-то семье. Но это, если вы не напрямую, а через миграционную службу договариваетесь, то они тогда уже какие-то компенсации дают. Но государство Швейцарии гарантирует всем расселение. Даже сейчас, когда пошел очень большой наплыв Швейцарик, и расселяют в бомбоубежище, в лагеря, но это все равно очень хорошего уровня размещения. То есть по сравнению с теми бомбоубежища, которые у нас, это небо и земля. То есть это нормальный хост. И это на определенный период, на период оформления документов. Если человек соглашается ехать дальше от города, то есть в село, то ему быстро очень находят это жилье, предоставляют, и есть эти компенсации. Так, это по жилью. Обязательная медицинская страховка входит сюда. То есть человек, когда уже подает заявление на статус С, у него гарантированно есть медицинская страховка. В полную меру она будет включена уже после получения статуса. Если говорить о медицинской страховке, то нужно прийти в центр беженцев или в миграционную службу, где они позвонят. Ну, это как было в моем случае. У мамы там случились проблемы с глазами, и они звонили в госпиталь и договаривались о том, что она придет. То есть уже мы можем получать какую-то медицинскую помощь. Та, которая расширенная медицинская страховка, она будет в полной мере работать после оформления статуса С. При этом в Швейцарии очень дорогая медицинская страховка, она 350 франков в месяц. Она будет покрываться за счет смежного покрытия. То есть у них частично области, частично районы. То есть кантоны, частично гемайды будут компенсировать эти затраты. Полная, то есть там нужно будет смотреть пока еще. Ну, из-за того, что это тоже впервые для Швейцарии, они каждый день что-то меняют законодательно. Поэтому даже если сейчас, если я скажу, что это сюда входит, то может быть завтра какие-то изменения. Ну, на сегодняшний день, вплоть до окулиста, подбора очков, стоматологии. То есть понятно, что не отбеливание зубов, но какие-то все эти моменты, то есть эти страховки все покрывают. А что по поводу транспорта? Транспорт до конца мая полностью бесплатный для украинцев. У меня ни разу не спрашивали ни билеты, ни украинский паспорт. Но я знаю, что украинцев иногда подходит кондуктор. Ну, Швейцария такая, что они, швейцарцы не нарушают законы. Поэтому тут редко встретишь полицию, редко встретишь кондуктора. Им вообще непонятно, как это что-то можно нарушить. То есть до 31 мая полностью бесплатный транспорт. Единственное, по поездам только второй класс. То есть если хочешь, наверное, первый класс, нужно доплатить, да? Нет, отдельно покупать билет. Ну, в принципе, там они практически не отличаются. Второй класс, тут можно доехать. Это шикарные поезда. У них железная дорога частная. То есть какие-то промежутки дорог, они частные. И поэтому оно в очень хорошем состоянии. Очень, ну, очень крутые вагоны. Поэтому второй класс, это очень, ну, это престижно. Давай теперь к выводам. По связи мы еще не помогли. По связи, да, телефонная связь, да. Давай, телефонная связь, да. Так получилось, что на некоторых предприятиях работают украинцы, которые связаны с телефонной связью. Соответственно, три компании, которые здесь самые активные представлены, связком, Sunrise, еще одну компанию, я не помню, они подключились к программе бесплатной связи для украинцев. Они полностью покрывают бесплатную связь, как на территории Швейцарии, Евросоюза, так и в Украину. И полностью безлимитный интернет. Связь у них очень дорогая тоже, то есть там очень большие ценности, сейчас не могу сказать, но действительно, как бы, дорого. И благодарность за то, что они нам сделали такую возможность. Давайте теперь перейдем к выплатам. Какими выплатами обеспечивает вот украинских веженцев из Украины Швейцария? Не так давно произошла ситуация, которая, скорее всего, и увеличила приток людей, которые захотели ехать в Швейцарию. Это не те люди, которые были тут в гостях, туристами, и понимают, что Швейцария самая дорогая страна в Европе. С чем было это связано? Дело в том, что одно из изданий написало, что на одного украинца, который сюда приезжает, на одного беженца, швейцарская конфедерация выплачивает 1600 фран. Сколько это в евро, примерно? 1600. Не, ну это примерно один к одному. Даже, ну, франк немножко дороже, по-моему. Потому что я не ориентируюсь, поэтому, окей, хорошо. Это в месяц, правильно? Это в месяц. Но дело в том, что это была неправильная информация. Действительно, такая сумма выделяется на украинского беженства, беженцев бюджетом Швейцарской конфедерации. Но с этих денег как раз вот и вычитается. То есть компенсация, скорее всего, и там тоже компания по мобильной связи, за то, что они там что-то сделали. За ту же медицинскую страховку, за то же проживание, за питание, за проезд. И в зависимости, тут такая ситуация, что нельзя четко сказать, какая социальная выплата на одного человека, потому что в зависимости от Гимайда, от района, это как у нас от ЭГЭ, а теперь, совершенно разные выплаты. В среднем на сегодняшний день они составляют где-то 350-500 франков. Это реальная сумма, которая получает... А теперь давай сравним по уровню ценообразования. Мы поняли, знаем, что уровень жизни высокий. По ценообразованию. Сколько примерно стоят продукты, если мы сравниваем их с Киевом? Может быть, какие-то отдельные продукты можешь назвать по цене? Хватает ли этих денег, в принципе, на месяц? Скажем так, то есть этих денег хватит просто выжить. Здесь цены очень высокие, и мои знакомые, которые здесь живут, они едут покупать продукты в ту же Германию. Во Францию, да? Или во Францию, плюс у них еще ВАД снимается, то есть это наше НТС, и они так экономят. Ну, скажем так, что чашечка кофе, да, это 5 франков, это самое дешевое. Здесь Макдональдс тоже самый дешевый, ой, самый дорогой. Здесь, например, Биг Мак меню 16 франков. Хорошо. Ну, то есть это вот сколько раз можно сходить в Макдональдс? Ну, да, да, примерно можно провести какую-то параллель, да. А скажи, пожалуйста, в социальный пакет входит ли обучение в школах и детских садах? И большей частью, скажем, детские сады меня особенно интересуют. Они частные или муниципальные? Потому что вот часто в школу детей как бы устраивают сразу и без проблем, а с детскими садами возникают какие-то перипетии. Здесь такая же самая проблема существует. У них садики очень дорогие, до 4 лет. Мне кажется, это вообще проблематично туда попасть в плане финансов, потому что средний садик по цене обходится 3-4,5 тысячи франков в месяц. Если, скажем, там, это молодые родители, то у них порядка 5 франков зарплата у мужа, у жены, то есть, соответственно, они должны половину зарплаты, чтобы жена работала. Заплатить за сад, да? То есть, да, всю свою зарплату она должна заплатить за садик. После 4-х уже вступает как бы в силу действия государства, и уже на этот момент уже есть бесплатные садики, и дальше идут бесплатные школы. Так же само у них есть после 16 лет как официальное, там, среднее полное образование, как у нас в Украине, и есть, как у нас по принципу сейчас колледжи или ПТУ. У них есть такое дуальное образование, где дети после 16 лет, что они и рекомендуют, могут ходить как в школу, так и половину дня они уже где-то на предприятии работают. Это очень, как бы, очень правильная методика, что дети уже с 16 лет, и они при этом получают зарплату. То есть, минимальная зарплата 1000 франков для ребенка, который учится в колледже, это хорошее подсобие. А если ты знаешь два языка, то тебе, соответственно, там, вальная система увеличения. Что касается украинцев в данном случае. Украинцы в данном случае пока практически не интегрируются в их садики и школы. То есть задача наша, наверное, создавать собственные школы, потому что у них есть программа адаптации, когда дети идут в такие смежные школы. Про садики я вообще не говорю. То есть это пока совершенно нереальная по тем информации, которая есть. А по школам, то есть уже дети идут, там есть английский, русский, вот с украинским пока туго было, потому что тут есть диаспора, но она не такая была масштабная, какое количество тут российских представителей, российского бизнеса и российских денег. Вопросы трудоустройствия. Вот реально ли нашим женщинам найти работу сейчас в Швейцарии? Какого плана это может быть работа? Какие профессии востребованы могут быть? И сколько они могут заработать? Как оплачивается, вот, скорее всего, неквалифицированный труд в Швейцарии? К сожалению, те, кто раньше работал в Швейцарии, имеют какие-то бизнес-контакты, у них все хорошо. То есть они и дальше как-то продолжают взаимодействовать и вести какие-то международные проекты или бизнес. А если мы говорим про средний класс, который выехал, соответственно, до получения статуса они не имеют права категорически работать. Очень отслеживается на сегодняшний день до получения статуса движения по счетам, наличие денег на счетах, отслеживается перемещение в другие страны. То есть ты должен аргументировать, почему ты поехал. То есть ты как туризм, турист, но ты уже подал на статус защиты. Откуда ты берешь деньги на то, чтобы путешествовать? Ну, это про менталитет. Также самое здесь относятся к нашим красивым девушкам относительно покраски волос, ногтей и всех остальных косметических услуг. Здесь это табу, тут барышни ходят с сытыми волосами, без ногтей. И они считают, просто они считают нецелесообразным тратить деньги на эти услуги. Тут очень много уже было таких скандальных ситуаций и историй, когда даже одну барышню за то, что она спросила, где ей делать маникюр, они были нарощены ногти, и нужно было снять ее глаз. Ее хозяйка, в которой она жила с тремя детьми, выставила просто на улицу с этими тремя детьми. Так что это про менталитет. Да, жестко, жестко. Давай все-таки по поводу, да, про работу. Про работу законодательно действительно убрали квоты экономические на многие профессии. Что это такое? У них получить работу было очень сложно. Это мы говорим про профессии экономические, но как бы не про обслуживающий персонал. Чтобы получить такую работу, у них сначала, если они не находят швейцарца на эту должность, потом они проверяют базу немец, француз или кто-то еще из окрестностей, потом следующая категория, там уже поляки, прибалтика, и только потом они уже там могут смотреть в нашу сторону. На сегодняшний день государство пообещало, что они убрали эти квоты для украинцев. У меня пока еще нет таких ярких примеров, чтобы вот человек устроился. Да, где-то он пошел учителем, если там знание языка. Вот учителя, да, сейчас востребованы в эти классы, которые сейчас реинтеграционные. Поэтому после получения статуса ты можешь работать. Законодательно они прописали, что здесь могут быть самозанятые люди, что у них как бы раньше не было. Ну вот сегодня у нас было мероприятие и была встреча с послом. Я как раз на следующей неделе еду в Берн, там, где находится посольство, и будет встреча, потому что мы занимались другими вопросами. Занимались вот этими моментами, которые нужно было, там, жилье, надо были эти страховки, там, образование, все остальное. Занимались санкциями, а до вопроса трудоустройства они еще не доходили. И как раз у нас будет встреча, чтобы вот эти все такие реферные точки пройтись еще раз. Ну, действительно, то есть у нас очень много высококвалифицированных работников. Единственная проблема – это знание языка. Большинство не готовилось выезжать как беженец из страны, соответственно, знание на уровне, там, B2 или C1 английского и немецкого, а тут желательно два языка, но у людей нет. Но при этом его скиллы, может быть, гораздо выше, чем у немцев, французов или швейцарцев. Вот эта проблема еще как бы открыта. К сожалению, часто вижу такую ситуацию в переписках, в чатах. Наши украинцы, они просто сами понижают свой уровень. Да, это связано с тем, что, да, людям нужно идти. И, соответственно, они пишут, там, у меня три высших образования, я работала в нотариате, но сейчас готова идти. Там, уборщицей, официанткой, нянечкой. Очень много объявлений, когда тебя приглашают нянечкой смотреть за ребенком, при этом, говорят, там, за жилье и питание. И люди соглашаются. Вот пока мы будем соглашаться, вот такие предложения и будут существовать, к сожалению. Это вот то, что могу прокомментировать. Скажи, пожалуйста, как ты на себе ощутила настроение простых швейцарцев, как они вообще настроены к украинцам, как расположены? Ну, про менталитет я немножко услышала, да, но в целом твое впечатление. Ты уже находишься там около месяца, да, или больше? Да, да, месяц. Я не скажу, что это менталитет плохой, нам надо, может быть... Нет, он просто другой, да, он просто другой. Намного нужно поучиться у них. У них даже трамвай останавливается, если человек переходит дорогу. То есть здесь уважение. То есть у них здесь определенные дни тишины, когда нельзя там после десяти громко разговаривать или там дверью хлопать. У них воскресенье это тоже день тишины, когда все отдыхают. Поэтому все дети должны молча разговаривать. Ну, мне кажется, что Швейцария, она очень открытая, и швейцарцы, они очень радушно принимают. Я просто вижу, какое количество помощи они оказывают. Сколько здесь таких гуманитарных штабов, где они собирают помощь, одежду. Ну, нас полностью тут надели, потому что мы в одних спортивных костюмах перелихали. Они помогают одеждой, они помогают еду, помогают там бытовую химию, все собирают. Это постоянные такие встречи. И мне кажется, что они очень нас радушно встречают. И я вижу тех украинцев, которые они благодарят. И, наверное, это взаимно происходит. Сегодня мы проводили большое мероприятие. Да, я как раз хотела спросить, что за мероприятие вообще, чему оно посвящалось, и как именно ты там была занята? Это моя идея вместе с подругой, которая здесь живет. Мы решили, ну, действительно, очень много мероприятий, которые мы здесь были с организаторами уже, мероприятия, которые показывают ту проблему, ту боль, которая существует в нашей стране. Это нужно. Нужно. И благодаря этому, наверное, те решения по санкциям, которые никогда Швейцария не принимала, по последней информации, они больше 8 миллиардов долларов российских денег уже заморозили. Ты знаешь, что в Швейцарии хранятся все деньги мира, и они никогда, ну, то есть никогда не нарушались, и никогда к каким-то санкциям они не прибегали. Это впервые. И, наверное, это тоже как, ну, те события, те мероприятия, которые мы организовываем, они доносят эту информацию, эту боль швейцарцам. Сегодня мы решили объединиться и поблагодарить швейцарцев за то, что они нас так радушно принимают. Мы сделали такое мероприятие, как «Ботяк, это был и котик». Это была просто такая частная инициатива. Мы решили купить немного цветов, пройтись, спеть украинскую песню и подарить цветок швейцарцу или швейцарке и сказать спасибо данке. Данке либо свит. Но у меня сегодня с утра был шок от того количества сообщений, звонков, и все чаты разрывались, сколько людей решило присоединиться к этому проекту. Я очень переживала, потому что здесь, ну, опять же, я повторюсь, здесь все по правилам, и если ты собираешься больше пяти человек, не в ресторане, то ты должен сообщить полицию за неделю, что ты планируешь какую-то там встречу, иначе тебя могут в тюрьму забрать. Я из-за этого переживала. У нас было огромное... Но все прошло благополучно? Все прошло благополучно. Я не знаю, 200-300 человек. У нас был и баян. Ну, да, у нас такое импровизированное. Девочка пришла с баянами, там с саксофоном пели. И самое радостное то, что приехал сам посол, посол Украины в Швейцарии, он сделал нам такой сюрприз, он приехал нас поддержать. И, соответственно, для людей это была какая-то отдушина. Не только поблагодарить и сказать спасибо, но и вот спеть вместе песню. Вот в таком объединении... Ну, многие плакали, потому что говорят, мы так давно не слышали, где-то куда-то расселили. Мы так давно не слышали украинских песен, но мы так давно не объединялись. Такое количество людей. И у меня просто мурашки по коже, потому что действительно это людям нужно, и нужно и такие праздники проводить. Спасибо тебе большое за инициативу. Да, я тоже посмотрела твой прямой эфир. Я видела, и это действительно было и масштабно, и очень душевно. А какие твои дальнейшие планы? Чем ты планируешь заниматься в Швейцарии? И планируешь ли ты возвращаться в Украину? Ну и когда? Я планирую возвращаться в Украину. Я созванивала с друзьями еще неделю назад. Но все знакомые, которые как-то каким-то образом приближенные к тем знаниям, которые есть, да, я понимаю, что нельзя ничего планировать, но они говорят, ну, хотя бы, если вообще очень сильно хочется, хотя бы потерпи до 15 мая, потому что там на 9 мая есть определенные планы, вот, пожалуйста, пережди. Хотя те, которые более-таки депрессивно настроены, то есть говорят, что до конца года лучше не возвращаться. Женщинам с детьми особенно. Дайте нам возможность решать тут вопросов. Я думаю, что все закончится раньше, да, но лучше перестраховаться, конечно же. Вот. Ну тогда до встречи в Украине. Я тебе благодарю, потому что у нас получилось очень объемное и действительно информативное интервью. Я тебе благодарю за информацию, благодарю за то, что ты нашла возможность выйти сегодня со мной в эфир. Ты не ответила на вопрос, чем ты планируешь заниматься в Швейцарии. Я не знаю немецкий язык. Поэтому ты будешь учить немецкий? Ну, это как одно из направлений, но я и так интегрируюсь очень хорошо. Мы здесь создаем... Я являюсь вице-президентом международного женского клуба. Мы хотим здесь открыть представительство. У нас в плане огромное количество мероприятий, концертов, которые здесь, потому что нам же и украинцам тут нужно. Мы планируем сейчас открыть тут воскресную школу. Именно в Цюрихе, где я нахожусь. Что мы сделали? Мы сделали тут телевидение такое. Есть телеканал «Диаспора Телесвизу». Мы уже Украины мовно-толыбачиня запустили. Сейчас общаюсь с людьми, чтобы сделать здесь украинское радио. Нет ни одного издания на украинском языке. Сделать украинское радио. Скоро будет украинский журнал. Тут он совместный будет с Германией, двухязычный. Так что планов очень громаден. Но самое главное, то, что я говорила, связанное с трудоустройством. И как раз тема встречи с послом будет именно вопросы трудоустройства украинцев. Я считаю, что нужно создавать украино-швейцарские предприятия на данном этапе, чтобы была возможность в дальнейшем иметь инвестиции для нашей страны, привести совместный этот бизнес в нашу страну и развивать и поднимать после нынешней ситуации нашу страну. Я желаю тебе удачи и успехов в твоих грандиозных планах. Пусть все получится так, как ты задумала. Ну и, конечно, желаю победы нашей стране, чтобы самые лучшие люди обязательно вернулись в Украину. Так что до встречи в Украине. Спасибо огромное тебе за очень полезную передачу. До встречи. Продолжение следует...